Вопросы экономики Вопросы экономики научно-технического сотрудничества Это тема отдельного разбора Но, кстати, если говорить о том Что произошло в Житомире То, в принципе, стоит вспомнить В предыдущем моем видео О возможности контактов Зеленского и Лукашенко По большому счету Все темы, о которых они говорили сегодня О которых они сказали, что достигли результата В принципе, все были договорены Все были озвучены Я пока что поговорю о другом А именно На первый взгляд, маловажная тема На первый взгляд, тема, которая выглядит Достаточно Ну, скажем так, выбивающаяся из общего контекста А именно, президенты говорили о телевидении В частности, о присутствии украинских каналов В кабельных сетях и в эфире Белорусских провайдеров И наоборот И в этой теме Как ни парадоксально Более заинтересована Республика Беларусь Странно, правда? То сейчас мне многие зрители скажут Как это так? В Украине свобода слова И Лукашенко Последние диктаторы Европы Заинтересованы в украинских каналах? Да, господа Более чем Вопросов каких? На сегодня Беларуси транслируется телеканал ОАТВ Он есть, это новостной канал Скажем так, украинское намобление Ну, как бы вам сказать Унылая вещь, которая дает новости Но она тоже нужна, она важна Но Вопрос в другом Вопрос в том Что нужно Беларуси Для того, чтобы понять Что нужно Беларуси Стоит Немножко отвлечься И поговорить О российской агрессии Против Украины И о такой вещи Почему не произошла Русская весна По всей Украине Почему не произошла Новороссия Нет, точнее Накрылась медным тазом Эта концепция Для того, чтобы понять Стоит обратить Обратить внимание На исследования Медиарынка В частности Это проводил Айра Это проводили украинские Компании На рубеже С 8 по 13 Если в 2008 году Скажем так Тон и моду Задавали Российские каналы Они были в топе То уже ближе К 12-13 Ситуация изменилась Украинцы стали смотреть Украинское телевидение Причем достаточно интересно Что были каналы Которые имели Региональную специфику Региональную популярность Были каналы Которые были популярны По всей стране Почему это так? Это является Прямым следствием Украинской Украинской политики Потому что Когда политика На тот момент Политическая система Была разделена Между несколькими Олигархическими группами Что такое Олигархический бизнес Ты имеешь Прибыль Имеешь доход В том случае Когда ты Защищен со стороны Государства Когда ты используешь Так называемую Государственную ренту И когда государство Создает для тебя Уникальные возможности Для того, чтобы Была такая Государственная рента Для того, чтобы Были уникальные возможности Ты должен иметь Политическое прикрытие Ты должен иметь Свою законодательную власть А для того, чтобы Иметь свою законодательную власть Ты обязан Иметь свое телевидение Поэтому Естественно Что украинские олигархи Не хотели делиться С русскими друзьями И вполне естественно Что где-то с 2005 года Они начали накачивать Деньгами Свои телевизионные каналы И если посмотреть Что они делали В первую очередь Что делали каналы Они создавали Развлекательный контент Они создавали Телевизионные шоу Они создавали Сериалы Можно спорить Какие они хорошие Или плохие Но вопрос в том Что В свое время Когда Говорил студентам О том, как делать рекламу Говорил, что Увы Рекламу делают люди Как правило С неплохим образованием А среднестатистически Потребители Вашего продукта Он вряд ли умеет Даже хорошо читать Сложно составленные слова Вот И то же самое С сериалами То есть Целевую группу То, на что сериалы бьют Определяют люди С достаточно высоким Уровнем развития Работают сериалы На среднестатистического Избирателя И увы И ах Среднестатистического Избирателя Намного больше Того Кто смотрит Телевизор И Но Что делают сериалы Сериалы Они Расставляют Так называемые Маркеры Идентичности Человеку нравится Смотреть сериалы Человеку нравится Скажем так Нравится Какие-то герои Он начинает Соотносить их Вместе с ними И соответственно Он начинает Соотносить И понятийные рамки Заложенные в сериале Понятия добра И зла Что делала Россия Создавая свою медиамашину Заметьте Какие были основные Герои российских сериалов На рубеже 90-х Это человек Который борется С системой В чем-то это было похоже На американскую концепцию А что было уже В 2005-м Это человек Который может бороться Против плохих начальников Но он все равно За великую матушку Россию Он все равно За систему В 2006-м году Начали в сериал Особенно военные Вносить темы Про то Что ради защиты Справедливости Русский человек Может поехать Как говорится В тьму Таракань Другого государства Где спокойно стрелять Резать Убивать Потому что он За великую идею Потому что он Якобы за духовность И это как раз таки Маркер добра И зла Это маркер Свой-чужой И поэтому Естественно Что Россия Начала это рассказывать В том числе Заметься Что на рубеже 6-7-го года Даже снимая фильмы Про вторую мировую войну Ну я уже не говорю Что снова таки Вернули великую отечеству Откинув вторую мировую Начали говорить О хороших Отошли от концепции солдата Перешли к концепции командира Начали говорить О хороших военачальниках И о том Что надо защищать Россию матушку Вот Что делала украинская Украинские сериалы И украинское талант-шоу Самое главное талант-шоу Они показывали Украинца Каким он есть Они показывали Что папа свои Нам в принципе Глубоко фиолетово Что там происходит За нашими границами Что там думают другие Мы Имеем своих звезд Мы имеем Своих объектов Для подражания И так далее В Украине Вырос шоу-бизнес В Украине Вырос Скажем так Вырос продакшн В Украине появились Да Продукты массовой культуры Массового потребления И за счет этого Украинцы стали смотреть Свои А дальше Что происходит Человек По своему существу Это Как бы вам сказать Тварь ленивая То есть если человек Смотрит сериал Смотрит какой-то Талант-шоу Ему просто тупо Лениво Переключать каналы Это значит Что смотря шоу Если в перерыве Начинаются новости Он будет смотреть новости Если в перерыве Спорта Начинаются новости Он будет смотреть новости А если посмотреть Что по лекалам Талант-шоу Возникли и политические шоу Которые задавали Свою повестку А не российскую То на определенном моменте Украинские каналы Они стали в топе И украинцы Начали смотреть Свои каналы Причем было достаточно интересно Плюс они были Примерно равны Популярность по всей Украине А сети Тоже ставил От меди Пенчука Телеканал Украины Был равный по всей Украине Единственное отличие Донецкой и Луганской области Там на первом месте Был Интер А теперь давайте Проанализируем Что происходило Во время революции Достоинства Некоторые называют Просто Майданом Последним Окей Большинство Украинских Телеканалов В той или иной мере Они заняли позицию Поддержки Майдана Группа Оставила от медиа Пенчука Сети Они были нейтральны Потом переключились На поддержку Майдана Плюсы изначально Качались за Майдан Пятый канал Порошенко Качал за Майдан ТРК Украина Старались быть нейтральны Несмотря на то Что это были оригиналы И потом аккуратно Подкачивали на Майдан И только Интер Работал В другую сторону Но он накачивал С другой стороны То есть В принципе Фирташ накачивал У людей С другой стороны Тоже на протест На раскачку ситуации Дальше что происходит А дальше происходит Интересная вещь Революция достоинства Побеждает И телеканал Интер На очень краткий Промежуток времени Он резко меняет Скажем так Свой вектор Они начинают говорить О победе Революция достоинства И так далее Но Зритель телеканала Интер Он не любит Когда канал Вот так вот резко Берет и разворачивается То что вчера было плохо Сегодня стало хорошо И наоборот Он теряет к нему доверие И вот тут возникает Интересная вещь Что было на втором месте В разных регионах В частности В центре На востоке Украины После Интер И Назовем так Телеканала Украина В центре Были либо плюсы Либо СиТВ Российские телеканалы Были на пятом Шестом месте В Одессе Был Интер Телеканал Украина На третьем месте Была Россия 24 А дальше Шли остальные Украинские каналы В Донецкой И Луганской областях Интер Дальше Россия 24 НТВ И так далее И тому подобное В результате Когда человек потерял доверие К первой позиции Он переходит на вторую И получилось Что на вторую позицию Они перешли Как раз таки На российские телеканалы Именно в Донецкой И Луганской области И группа Риска Была в Одессе Где мы это все помним Что произошло дальше Думаю объяснять не стоит Дальше все было элементарно То есть Сказки про бандеровцев Которые едут резвые Сказки про все остальное Но про Крым я вообще умолчу То есть там изначально Были российские каналы И по большому счету Там где было русское телевизор Там это все сработало Что происходит в Беларуси В Беларуси происходит интересная вещь То есть Учитывая Давнюю историю Информационных атак Со стороны России На белорусскую реальность В частности На Александра Лукашенко Которая начинается Еще с 2001 года Это к слову Первая информационная война В Беларуси давно Перешли к такой системе Как цензурирование То есть Цензура она работает В том числе Сейчас в онлайн режиме Потому что Я думаю Для многих открою секрет Что российские телеканалы Которые продсорируются На Беларуси Они во-первых Имеют регистрацию Как белорусские представительства На территории страны То есть Имеют корпунты Это значит Что можно прийти И взять Арестовать Отдельно взятого журнолиста Второе Все эти каналы Идут в записи Потому что Берется запись Канала Который транслируется Условно говоря На Урал Либо за Урал И соответственно Чистится от неприятных Упоминаний В новостях Либо же Заменяются вообще новости При этом Учитывая Так называемую Цифровизацию страны Потому что Беларусь Например Оптоволокно заведено В квартиры В том числе В сельской местности Это не из-за любви к людям Просто понимаете Когда у вас идет Цифровой канал И когда он идет Через единый дата-центр Ты можешь В реальном В реальном времени Ну скажем так Немножко полегче Вырезать Ненужные передачи Очень быстро Это не Щелкать рубильником В эфирке И поэтому Да Большинство российских Телеканалов В коем-какомпунктах На местах Они имеют На самом так Передачи Для забивки Пустого места Если такое Почти чай не возник Но Это все прекрасно Но Российский развлекательный контент Никуда не делся Его транслируют Это значит Что жители страны Они получают информацию Не получают информацию О маркерах С его чужой Они получают информацию О понятиях Добра и славы И это была проблемой Как раз таки Когда еще Лукашенко и Спорошенко Начали говорить Об украинском телеканале Для украинцев Крыльцы воспринимали Вот сейчас Мы начнем Транслировать свои новости Ребята В Беларуси новости Были нужны меньше всего В Беларуси Нужен был развлекательный контент Шоу Чтобы заместить От России Чтобы оказать Другую альтернативу Чтобы люди не вешались На российское телевидение Но На тот момент Вначале не поняли На принципе И до конца Не поняли То есть Сначала предлагали УТ-1 В его старом виде Убогом и унылом Потом предложили УАТВ Ну как говорится Немножко лучше Но Одного поля ягоды Что сделала Беларусь В Беларуси Есть прекрасный Ну как Прекрасный В скобочках Государственный телеканал Беларусь-2 Который специализируется Как раз таки На талант-шоу И сериалах И вот у деятельности Посмотреть Программу Беларусь-2 То уже По крайней мере Последние два года В телепрограмме Скажем так В Prime Time Идут Адаптированные Либо переведенные Либо просто переведенные Украинские талант-шоу Нероссийские То есть ребята Просто договорились С Пинчуком По дешевке Купить и все Но Пинчук оказался Более умным Чем другие Скажем так Чем представители Политической власти Потому что он понял Что таким образом Он тоже влияет Но заодно и деньги Зарабатывает Поэтому возвращаясь К телеканалам Естественно Что у АТВ Он и дальше Будет повещать Это хорошая вещь Потому что он задает Новостной тон Но Беларуси интересно Получить Развлекательный контент И в таком случае Что может сделать Украина Украине Необходимо влиять На белорусскую Скажем так Белорусскую информационную порцию И вот возникает Достаточно забавная вещь Давайте Задайте себе вопрос Какой процент Жителей Беларуси Будет просто С утра до ночи Смотреть новости При том что политической жизни Как таковой нет Политической конференции Нет Это просто Скучно Уныло И убого Таких мазохистов Очень мало То есть Если есть какой-то Скажем так Новостной повод Да посмотрят В основном Время Зачем Есть более интересные вещи А вот теперь Давайте подумать Что будут ли Жители страны Смотреть яркие И действительно Во многом Превосходящие Даже среднемировый уровень Талант Шоу Сериалы И так Естественно Будут А если В перерывах Этих сериалов Идут новости Господа Будут ли они Смотреть все новости Естественно Будут И в таком случае Украинцы Беларусский интерес Получить Шоу Украинский интерес В таком случае Упаковать Не шоу По одиночке Упаковать Эти шоу Каналом Чтобы Шоу Весь Видеоряд Без Перерыва Да возможно Беларусь Что-то будет Не нравиться Да возможно Будут пытаться Вырезать Но Это решается В рабочем Порядке Но Чтобы Это было И тогда Получается Что Украина Имеет Возможность Влиять На Информационную Повестку Беларуси Потому что Если в перерывах Шоу Когда кто-то Женится Кто-то Худеет Кто-то Не знаю Занимается Косметической Хирургией Кто-то Танцует С кем-то Если Идут Сводки С фронта И говорят Что русские Сегодня Пытались Убить Столько-то Украинцев У кого-то Из беларусов Прошу прощения Которые Могут Относиться Нормально К политике Российской Федерации Что-то В голове Цокнет Если Говорят Об украинских Скажем так В том числе Реалиях То это Тоже Цокнет В голове Потому что Сказки Страшилки Из русского Из русского Зомбоящика Они будут Никоим образом Не будут Соотноситься С тем Что придет Украинский Канал Поэтому Интересы Есть У обоих Сторон Вопрос В другом Вопрос В том Кто Может Выйти На беларуский Рынок Но сейчас С одной Стороны Пинчук Со сетеве Естественно Уже Частично Есть Старый Латмедиа Который Входит Кроме Сетеве И СТБ И другие Почему Естественно Что Стартовая Позицию Пинчука Который Представил Свои Свои продукты Они тоже Неплохие Второй Пункт Это Ахметов Со своим ТРК Украина Там Чуть Похуже Но Тоже Возможность И третий Кстати Весьма Реальный Это Группа Плюсов Да Господин Коломойский Поочечайнее Что Телеканал 1 плюс 1 И телеканал Квартал 95 Они Находят Их заявки На вещание На территории Беларуси На рассмотрении Беларусского Мининформа Если не ошибаюсь Уже последние 9 месяцев Срок Принятия Решения 12 месяцев Ну Как говорится Поскольку Лукашенко Зеленским Немножко Пошутили На сцене Немножко Попкалывали Один Одного Я думаю Что Не будет У меня По крайней мере Не вызовет Большого Удивления Если Вдруг В один Прекрасный Момент На Беларусских Кабельных Сетях Это значит На телевизорах У беларусских Граждан Не появится Заставочка Плюсов Можно Конечно Говорить Что это Происки Коломойства Что Бене Так себе Готовит Почву А можно Говорить Немножко По-другому Можно Говорить О том Что Это Первая Ласточка После Которой Украина Может Реально Начать Влиять На Информационную Повестку Республики На этом У меня Все Если Дальше Будет Интересно И Оно Следующая Тема Во-первых Разбор Того О чем Договорились Лукашенко С Зеленским И во-вторых Весьма Интересная Вещь Это Размышления О Концепциях Политики По Возвращению Крыма Украине Это Все В ближайшие Подписывайтесь Не пожалеете Всего Наилучшего